В эфире программа «Это вкусно!» Сегодня мы будем готовить вместе с профессиональным кондитером, но не просто кондитером. Это Александр Космачев, участник четвертого сезона телепроекта «Поющий город». Отчего так красивые березы шумят? Отчего так печально гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам раз пролетят, а последняя, эх, западает. Сегодня я хочу вас удивить шахматным тортом, который нравится очень моим детям. За свою необычную внутреннюю структуру. То есть внешнюю можно сделать любую, а внутри вот вся изюминка вовнутри. В общем, вы видите сами. Начнем с самого простого – приготовления бисквита. Для этого я вот взял помытые яйца, подготовленные уже. Сейчас мы их разобьем. Теперь мы в них вводим подготовленный сахар. Здесь у нас уже подготовленный, взвешенный по норме. Сколько его? Два стакана сахара на 10 минут. Сначала на малых оборотах взбиваем, а потом постепенно, когда уже стакан начинает расходиться, обороты увеличиваем. А вот взбивать нужно, то есть и по кругу тоже? Нет, взбивать надо только в одном направлении, иначе бисквит потом сила и пички стягит. И уже ничего не сделаешь с ним. Я когда готовлю дома, я делаю еще маленькую хитрость. Я в готовую бисквитную маску добавляю 1 столовую ложку трахмала и гашевую соду. Это придает особую пышность в такое изделие. А трахмал еще и держит структуру. По времени, я знаю, что нельзя долго взбивать, да? Ну, по времени взбивать долго нельзя, иначе можно перебить маску. Но мы будем взбивать до условно определенной маски. То есть она должна увеличиться в объеме в 2,5 раза, сделаться такой более подичкой, пышной. Теперь мы берем муку. Она у нас уже подготовленная, просеянная, чтобы мне не попалось никаких лишних элементов. И она у нас будет воздушной. Такая легкая, нежная мука. Теперь берем миксер и на малых оборотах, чтобы тесто не затянулось, на малых оборотах его помешиваем. Можно это сделать и рукой. А как лучше? А кому как удобнее. Миксер не возбраняется. Миксер не возбраняется. Главное, чтобы направление взбивания не менялось. Избиваем мы недолго, чтобы мука разошлась. Как только мука разошлась равномерно, без комочков, вот видите, тесто у нас получается без комочков. Она готова. Теперь мы берем формочки. Специальные подготовленные формочки есть. Одна у нас будет белой, вторая у нас будет шоколадной. Так, все, половину теста мы будем. Действительно. А теперь можете взять какао. Вот у нас стоит на какао на столе. Доверю вам эту. Это мне можно. Надо уберить. Держите вот какао у нас. Столовая ложка какао. Надо вот сюда его добавить. Можно с горкой, можно с горкой, да. Так, тесто у нас готово. Выливаем его в кормочку. Так. Не бойтесь. Продолжение следует. Продолжение следует. Это вот сколько примерно килограмм у нас получится? Средним. Ну, где-то, может, килограмм, полтора. Бисквит у нас подготовлен. Теперь мы его поставим в разогретую духовку. Уже подготовленную. Духовочку разогреваем до 200 градусов и ставим туда бисквит. Бисквит определяется готовностью. Протыкаем его специальной шпажкой деревянной. Если на шпажке нет кусочков теста, и она выходит сухая, значит бисквит готовится. Какие шпажки в приготовлении бисквита? Ну, самое главное, наверное, правило в приготовлении бисквита. Не ругаться, потому что, если вы ругаетесь, структура воды и живого теста, она запоминает это все. И, сами понимаете, уже и дели вкусы, и цветы, все меняется. Добавок, как всему. Нельзя открывать духовку. Когда вы открываете духовку, холодный бисквит сюда, горячий обратно. Разница давит бисквит. Он уплотняется. И при взбивании нельзя забывать, что взбиваем в одном направлении. Только в одном. Что взбиваем, что замешиваем потом в муку, что добавляем в какие-то ингредиенты. Бывают сутаты, изюм, мак, орех. Ну, каждый свой. Тоже при взбивании в другую сторону воздух теряется. И здесь опять же стоит. Время у нас уже подошло. Наш бисквитик испекся. Вытаскиваем его из печи. Александр, я знаю, что вы очень манклины и не только поете. Расскажите вам о себе. Какой мучка? Крючком я рисую. Крючком, спицами. Это в большей жизни, когда учился на повара, наспорт научился. Наспорт? Я просто попросил ее, а она говорит, да без проблем привозить спицы и нитки, я тебя научу. Приехал. Мы с ней потратили, наверное, вечера два. И я связал первую, наверное, жилетку своей жизни. Там была маленькая такая жилетка, которую я подарил своей учительнице, как говорится, по вязанию. У нее маленький внук, кремона была в форах. А крючком научился вязать уже в более зрелом возрасте. Я пришел к одной женщине и работал на почте на время летних опусков. И у нее просто в дом заходишь, как в музей, кругом вышивка, подушечки вот эти вышивки, вязка вручная. Мне так понравилось, захотелось самому научиться. Потому что раз человек умеет создавать руками красоту, надо это уметь тоже. И еще увлекаясь, пишу стихи. Почитаете что-то? Да, я вот со своего смартфона, потому что волнуюсь, могу запутаться в строчках, а здесь уже текст сохраненный. Так. Чтоб вдвоем нам звездой разгореться. Я люблю тебя, это чудо. Лишь с тобой я вечно буду. Лишь с тобой разделю мироздание. Мое нежное самое мироздание. Жене написали, конечно. Эти строчки были подписаны моей любимой жене. Ну, ей, наверное, было очень приятно. Ей, да, она вообще, как говорит, мы созданы друг для друга. Все. Итак, бисквит у нас уже почти остыл. Мы его немножко уберем в сторону, чтобы он нам пока не мешал. Нам сейчас нужен крем. Самая вкусная часть в любом торте и в дрожном – это крем. Для начала возьмем мисочку. Глубокий миску, чтобы можно было в ней взбивать аккуратно. Берем масло сливочное. Масло сливочное у нас идет уже тоже по весу подготовленное. Добавляем. Да. У нас 100 грамм сливочного масла. И также у нас туда идет вареное масло. Масло сгущенное. Самая вкусная часть. Для лакома, что сливочное, что я езжу. Тоже вот 100 грамм ее сюда добавляем. Сгущеночек. И взбиваем. Масла должна быть однородная, без кроплений маргарина отдельно стоящая. И она, соответственно, увеличится немножко у нас в объеме. Где-то в полтора-в два раза, так как только его тяжелый продукт. Значит, и сгущеночка тяжелый продукт. И масло сливочное у нас тоже. Не для тех, кто на диете сидит, да? В принципе, да. Так, крем у нас уже готов. Переходим к самой такой заключительной, можно сказать, части нашего творческого процесса. Поднимемся, хорошенький. Да, бисквитики вот у нас хорошие получились. Такие пышненькие, однородные. Бисквитик мы разрезаем приблизительно пополам. Так, нижняя часть. Верхнюю корочку мы чуть-чуть снимем. Она нам пригодится, вот эта хрустящая корочка, нам пригодится для того, чтобы взять из нее крошечку. Чтобы придать нашему торту пушистость. Мелюры, как вы знаете. Торочку мы сняли. Надо превратить. Все это как-то в шахматы. Каким образом? Шахматы. Шахматы это самая такая немножечко трудоемкая часть. Так, подбираем бисквитики. Вот у нас два толстеньких, да, получилось, и два потоньше. Мы их вот так вот раскладываем друг на друга, чтобы не сбиться. Самый такой интересный творческий процесс для решения обычного бисквита – клеточку. Ага. Берем, делаем, сложили бисквитик, и теперь круговыми движениями, отступив от края одинаковое расстояние, мы прорезаем круг. Эти колечки нам потом и дадут эту самую клеточку. Теперь собираем наши колечки. Сначала берем черное, вставляем белое, потом опять черное, опять серединочку ставим белое. Берем белое колечко давайте. Все, бисквиты у нас готовы, теперь мы начинаем собирать сам торт. Тут вот у меня есть подготовленный сироп, кто-то любит посладше, кто-то любит менее сладкий, я делал среднюю сладость. Сироп это у нас что? Сахар и вода кипяченая. Все это увариваем, немножко прокипятить, народная масса, вода, скоплений и сахар. Вот. Теперь сиропчиком начинаем. Теперь берем крем. Крема берем немножко. Если мы возьмем много, клетки будут друг от друга далеко и это будет уже некрасиво. Поэтому крема берем чуть-чуть, чтобы только склеить коржи. Александр, а вообще расскажите, пожалуйста, как вы отважились прийти на трактный корж? А это мы, девочки, в коллективе меня толкнули. В частности, вот Марина. То есть вы за работой поете, да, я так понимаю, часто? Да, чтобы создать хорошее настроение. Себе и людям, да? Да. Всем это нравится. И вот вас подтолкнули. Претит надо. И подтолкнули. И она там сказала, говорит, там реклама идет, давай сейчас набор идет, кастинг идет. Иди. Я сначала буду сомневался, стоит ли это делать вообще или нет. Потом думаю, внешне убыт. Чего же такого? Дай скажу. Ну и сходил. Ну как вот остались ощущения вообще? От прослушивания? В проекте остались хорошие ощущения, а вот от самого себя немножко, конечно, я подкачал сам себя. Во-первых, развивался с ритма и голос дрожал. Разволнования надо по такому мероприятию, да, подходить более серьезно. За окошком снегирин, грешком стрелиновый, наливные ягоды рдеют на снегу. Я сегодня ночевал с женщиной любимою, без которой дальше жить просто не могу. Я сегодня ночевал с женщиной любимою, без которой дальше жить просто не могу. Без которой дальше жить не могу и не хочу. Спасибо. Так, тортик наш обмазанный, готовим. И тортик с устоянием приготовили. Тортик наш обмазанный, теперь мы будем делать крошечку для него. Обсыпаем все изделия равномерненько, чтобы оно у нас... Знаете, как, торты рыжик, они же полностью обсудлены в магазинах, там и дома делаем. Сейчас мы его можем задекорировать, то есть придать ему такую легкую личность, красочность. Можно использовать какие-то, допустим, в магазине, мармеладки, там еще что-то, выложить на колесах красивеньких, ну, кто как любит. Мы в данном случае будем прикорировать сахарной пудрой и какао. Так, хорошо. Для этого мы берем сеточку небольшую, сетечка у нас есть. Берем сахарную пудру, сетечка. И легкими вот такими вот движениями начинаем покрывать поверхность. Полз готов, теперь мы будем на нем рисовать. Для рисования многие используют там, это не для профессиональной трафареты. Можно использовать, самим вырезать трафарет, который рисунок там понравился. Да, да. А можно купить трафареты, готовые для детского творчества. В данном случае мы будем использовать вот трафаретик, уже готовый. Итак, торжественный момент, снимаем трафарет. Аккуратненько, чтобы не снести наши снижения. А пробовать будем? Не терпите такую красоту попробовать? И как там внутри получилось, у нас шахматная трафарет. Сейчас, увидите. Для приготовления бисквита нам понадобится 10 яиц, 2 стакана сахара, столько же муки, 1 столовую ложку кокао. Для приготовления крема нам понадобится сливочное масло 100 граммов и вареная сгущенка 100 граммов. Для декора используем сахарную пудру и какао-порошок. Спасибо вам огромное за то, что поделились с нами таким замечательным рецептом. Я думаю, наши предприятия обязательно получатся приготовить торт шахматный. Конечно, получится, если следовать тем рекомендациям, которые мы им дали. И добавить маленький главный ингредиент – это любовь и хорошее настроение. И готовить с песней, как говорится, да? Не знаю, как жюри, Александр, но мне очень понравилось. И то, как вы поете, и то, как вы готовите. Все это очень-очень вкусно. Поперем уже такой стол. За помощь в создании программы благодарим ООО «Домовая кухня». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok